Здравствуйте, мои дорогие зрители! Сегодня мы будем изготавливать композицию роза в горшке, сплетенная из бисера и рубки. В данном случае мы будем пользоваться только рубкой, желтой и зеленой. Вот у нас желтая, вот зеленая. Для плетения нам понадобится зеленая проволока 0,3, зеленая проволока 0,4. Вот такая медная проволока, примерно 1 миллиметр. Вот такая проволока алюминиевая для стволов, 2 миллиметра. Я потом расскажу, какой длины нужно нарезать отрезки. Вот такая проволока зеленая, она тоже продается в магазинах, в флористических магазинах. Это проволока 0,7. На нее надевается рубка и бисер спокойно надевается. Даже чешский бисер. Вот, смотрите, я вам показала. На такой проволоке мы плетем листики. Используем такую проволоку в качестве центральной оси у зеленых листиков. Так, первый наш урок. Начинаем с плетения зеленых листиков. Вот таких листиков. Вот они у нас уже готовы. Сейчас я вам покажу, как их плести. Так, для этого нам нужна зеленая рубка. Проволока 0,7. Зеленая проволока 0,4. Не 0,3. Из проволоки 0,3 плетутся тычинки. А из проволоки 0,4 мы плетем зеленые листики, чтобы они были прочнее. Плетем в французской технике плетения листа. Это так называемое круговое плетение или низание дугами. Но если кратко, то надеваются бисеринки на центральную ось. И как бы оплетаются рабочей проволокой вокруг оси получаются дуги. Сейчас я вам покажу. Так листики, лепесточки плетутся, делается вот такая петелька. И в качестве оси используем проволоку 0,4. Но в данном случае нам нужны очень прочные листики. Поэтому использовать в качестве оси мы будем вот эту проволоку. Надеваем на нее 4 рубки. Оставляем примерно сантиметров 5, чтобы нам было удобно работать. Пальчиками, смотрите, придерживаем. И делаем 2 витка, чтобы закрепить нам проволочку. Теперь делаем первую дугу. Придерживаем пальчиками, чтобы было ровно. Как правило, у нас получается первая дуга или 6, или 5 рубок. Это зависит от качества рубки. Смотрите, получилась первая дуга. Первая дуга. Делаем вторую дугу. Должен листик быть вытянутым. Поэтому проволока должна быть 45 сантиметров. Должен быть угол. Придерживаем пальчиками, чтобы дуги были ровные. Одна к одной. Смотрите, сделали 2 дуги. И на центральную ось добавляем одну рубку. Тем самым мы увеличиваем носик листика. Всегда накручиваем проволоку сверху вниз. Делаем обороты сверху вниз. Здесь никогда не путаемся. Вот смотрите, это лицевая сторона, это изнаночная. Мы видим вот эти петельки. Вот их здесь тоже видно. Это изнаночная сторона. Чтобы было красиво, у нас должна быть лицевая сторона и изнаночная. Добавляем сумму на одну рубку. Некоторые ватки не проходят. Ничего страшного. Добавляем другую. Добавляем еще одну дугу. Таких дуг у нас должно быть 7 штук. Именно для такой композиции мы используем зелень с листиками и 7 дуг. Не забываем через каждый ряд добавлять порубки на центральную ось. Только первые две пары дуг у нас без добавления рубки. А так добавляем через все. Видите, у нас вытягивается кончик. Тут у нас плотненько. А здесь кончик вытягивается. Листики сплетенные из рубки. Смотрится очень красиво. Добавляем. Так, у нас уже 5 пар дуг. Осталось еще 2 пары дуг. Придерживаем пальчиками, чтобы они были у нас ровненькие ряды. Чтобы не был длиннейший. Пальчиками придерживаем. Вот, смотрите, что получается. 6. И последнюю делаем. Вот. Добавляем. Одну последнюю. Добавляем. Делаем один листок. Вот, смотрите, какой получается листик. Обкручиваем вокруг стебелька. Вот, видите, как я кручу. И отрезаем. Должно быть немножко подлиннее. Или покороче. Вот, смотрите, какой листик у нас получился. Видите, у нас остался большой кончик. Ничего страшного. Мы можем его или срезать, или подтянуть. Я делаю очень прочно, поэтому не могу подтянуть. Для этого мы берем кусачки. Срезаем кончик. Оставляем миллиметров 5. 0,5 сантиметра. Вот, смотрите, я вам показываю, что осталось 0,5 сантиметра. Или 5 миллиметров. Также кусачками, или есть такие круглогубцы с тоненькими концами. Загибаем и зажимаем. Посмотрите, мы спрятали. Теперь формируем листик. Немножко его вот так отгибаем. Вот такой зеленый листик у нас получился. Р henни из тренировки. Продолжение следует...